Всем привет, это же дорогие зрители и подписчики канала. Вы, как всегда, на канале Семья на чемодалах. Мы, как всегда, ребята, сегодня... Славян, Настенька, полный состав детей. Мы вас сегодня приглашаем в новый интересный выпуск из Пхукета. Сегодня в этом выпуске посмотрим переполненные пляжи. Мы сегодня переедем, покажем вам популярный пляж Батон. Посмотрим красивые пляжи, сгоняем навстречу, посмотрим классный закат, поедим. Будет много всего интересного. Мы продолжаем путешествовать на машине по Пхукету, да и, в принципе, по Таиланду. Просто сейчас сезон именно по Пхукету. Посмотрите все предыдущие выпуски, ребятки. Ставьте лайкосики, пишите комментарии. Не забывайте про наш телеграм-канал, ведь те люди, которые подписаны, они уже многое что увидели интересного. Забирают самые классные локации со всех мест из Таиланда. Выпуски из Пхукета продолжаются. Погнали в новый сочный выпуск. Пока мы ждем подтверждения брони в машине, парня, он сделает такого человека. С его ищем наушниками. Он еще и типа песенки там поет. Теперь пошла геймер. Да, Мироша? Да. Прождали мы этот отель. В итоге у нас ничего не получилось забронить, там самозаселение. Что-то такое долгое подтверждение. Но нашли дом, целый дом. Кату район называется, центр острова. Недалеко будет пляж. Какой потом, да? Вот, заодно посмотрим этот новый пляж. Сейчас едем уже туда. Нам сразу быстрое вот это подтверждение было на R&B. Статус суперхозяин. Судя по фотографиям, это не вау какой светлый дом, не вау новый. Но, по крайней мере, сезон, цена очень достойная. Позже расскажу. Ой, ребятки, вы даже не представляете, насколько мы рады, что мы заселимся в дом, потому что с детьми путешествовать по отелям, хавать еду, которую продают на улицах, это вообще, ну, поверьте, короче, вообще не прикольно. И вот возле нашего дома, получается, есть большой лотус. Сейчас пойдем сразу затарим продукты, на несколько дней купим и, как говорится, выдохнем. Мы вот, видите, еду набираем и хочу сказать вам, я никогда так не радовался тому, что мы будем покупать просто обычную еду, которую сейчас приготовим. Наш любимый супчик, вкусный ужин, да, ребята? Ура! Вот это сейчас супец наш любимый приготовим. Ой, как я рад. Слушайте, вот серьезно, я не знаю, одно дело в одного путешествовать, а другое дело, когда дети и питаться в этих непонятных... Вот я сегодня купил с утра омлет, жалко, я его не снимал детям. Пять штук взял, ну, как бы всем по омлету. Это приготовлено настолько сильно все в масле, вкусы непонятные, пересоленые, и реально хана жива там. Мирошка так сладко спал. Мы приехали, смотрите, это просто тай-стайл вообще. Вот просто мы вот среди местных поживем. Но я здесь видел, на самом деле, наших соотечественников. В принципе, мы здесь будем, видимо, не одни. Так. Получается, такой небольшой дворик даже есть. Можно вечерочком посидеть. И вот, собственно, погнали. Такая гостинная. Диванчик раз, диванчик два. Целая вон библиотека чего-то. Самое главное, ребята, что есть кухня, есть плитка, и мы сможем приготовить рисоварка, блендер, посуды, много всего. Вот, это подсобное помещение, водичку нам дали. Это очень хорошо. Так, холодильник. А, холодильник есть. Да, 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 да. Пожарим в деревне. Это будет детская комната. Дети говорят, какое прикольное постельное белье. Да, все чистенько, очень аккуратненько. Темкин, рабочий стол будет. Здесь также вторая комната. Это будет наша комната. Полотенчик. Ну, все классно. Конечно, что чистенько. Это супер. Статус супер хозяин всегда вообще решает. Не просто так они их получают. Ну, кстати, гитара что-то. Ну, это, видимо, хозяина. У него здесь сразу соседний дом живут родители его, семья. Вот. А так как он работает, говорит, сдаю поэтому свой дом. Он видит целая библиотека, он, о-хо-хо. Это дом стоимость всего лишь 20 долларов, ребятки. В сезонах в Крухете. Это еще лучшее предложение, которое было, типа, там, знаете, цена-качество. И Настенка это. И у нас тут вот душевая вот так, ох, кабина. Ну, все, горячая вода есть. Здесь, конечно, все вообще максимально просто. Но очень важно, что чисто. Хозяйка нас сразу встретила апельсиновым соком. Принесла вообще всем. О, Мирошка сидит. Дудонить, да? Молодец. Чуть меньше недельки поживем вот так вот в гостях у тайцев. Здесь вот видите их семейные даже фотографии. На стене и вся вообще офигенно. Это выпускной. У них сын. Ну, сын, наверное, да-да-да. Он написал, что ортопед. А, ортопед. Вот так вот. Наконец-то наш любимый фирменный вкусняцкий суп. Мы скучали по тебе. Пока готовится обед, Темка сразу сел за уроки. Говорит, папа, как же я соскучился по математике. Если меня спросите, что такое счастье, я вам скажу, что счастье в простом. Это просто, чтобы была дома плиточка и наш суп. Дети могли поесть нормальную еду. Все, больше ничего не надо. Правильно? Так, куда? Кому в Таиланде надоела еда, обращайтесь. Приготовим вам вкусный суп. Дорого. Здесь у нас, видите, такие необычные замки амбарные. Потом закрываешь еще вот так вот вторую дверь. Видимо, еще кричем ее. Так, что ли, или не так? Рядом с нами находится пляж Патонг Бич. Поэтому нажимаем в путь. И погнали. 24 минуты. 7,5 километров. Ну, чтобы добраться до этого пляжа, нужно преодолеть небольшой серпантин. Опа. Как раз переваливаем эту гору. Какая красивая мечеть возле пляжа. Большая. Так, знаешь, что у нас есть зрители, которые прям обожают мечети. Нас даже просили как-то поснимать. О, а где уилла, Мишка, давай. Ребяточки, мы приехали на излюбленный пляж туристов. Наших. И наших, наших, наверное. Больше всего на Патонг. Вот, пойдем посмотрим, что тут есть. Здесь капец как оживлено. Я прям первую парковку увидел, сразу бросил машину. Говорю, ничего страшного, это пешком дойдем. Здесь идти-то буквально там 500 метров. Естественно, по лучшим традициям курорта. А здесь вон рыбки всякие. Ооо, какая классная. Смотрите, сколько их много. Еще только нету. Иду и думаю, как хорошо, что мы оставили машину там на дороге. Потому что здесь вон не пройти, не проехать вообще. Очень узко. Да, вон фрукты продают, Мирошка. О, Маляк. Мирошка, как ты радуешься? Мирошка увидел, наконец-то море. Супер. Два, Мирошка, ты еще твое одно море, которое ты уже узнал. Вот человеку повезло по жизни, а? Столько всего повязал. Но старшим, конечно, тоже повезло. Что тут скажешь-то? И так хочется сказать, добро пожаловать на один из любимых пляжей нашей Сачечкинега. Пляж Патонг-Бич. Набережная такая небольшая. Красивые пальмочки, кащельки. Песочек белоснежный. Ну и, собственно, сам пляж, ребятки. В окружении гор. Таких, знаете, небольших холмов. А здесь тоже, на пахнет. Блин, я не знаю. Я вообще с чистого сердца. О, правда, Мирошка подтверждает. Я вообще не люблю такую движу. Вот прям не наша эта история. Гляньте. Папа, здесь купасы. В какую? Пойдем в обратную. Спасибо, брат. Давай, вставай на пляж. Я даже не знаю, что вам здесь показать на этом пляже, кроме того, как здесь огромное количество просто людей. Мирошка, ты чего же, все, не можешь стоять. Вставай, давай, сынок. Пошли купаться. Я не знаю, на самом деле, просто свое мнение пишите там вот в комментариях. Мы вот впервые на Таиланд приехали, и мы думали, что-то здесь как-то получше, что ли, с этим пляжем. Ну, это вот самые вот эти раскрученные. Какие еще есть? Патонг, Камала. Каран, Камала, Ката. Вот на Кате мы были, там просто жесть посмотреть этот выпуск. Здесь вообще ни разу ничего не впечатляет, потому что это... Здравствуйте, приглашаю вас покупаться в борще из людей. Там хипоосиповка на минималках, знаете, такая история. Ну, прикольно. Ну, хотя бы пляжная линия большая, ездить лежать, но купаться, вот люди близко будут плавать, мне не нравится. Чего, сынок? Я сейчас нормально. Чего ты меня ловишь? Так, а мы уже пришли, все, пошли купаться. Заходи в море. Пойдем, все, мы вот здесь сейчас постелями будем купаться. Вот человек обленился, а? А есть ли у нас зрители, которые прям так любят этот пляж, вот всегда, вот каждый год приезжают именно на этот пляж, отзовитесь в комментариях, почему вы его выбираете, за что вы его так любите и вообще, что происходит? Традиционно идем пробовать водичку и немножко купаться. Вот Настенка уже полностью готова это делать. Дай, давай, Настенка, я тебя привез в Орхипоосиповку. Не хартизем, ты так смотришь, так садись, он вроде идешь. Слушай, ну цвет воды где, вау? Да? Нету. Нету. Это сколько лет? Солнце еще есть, ты что, оно вон лупит как. Но зато дети накупаются в волнах, не спорю, здесь чистое море, все, все дела, туда-сюда, Мирошка вон на пляжике у нас. Воу, волны наказывают конкретно, надо было отчетче снять. Здесь вон большие технические зоны для гидриков, сразу подходят, предлагают. У нас дети вон уже ушуршали. Нет, Артем, я не разрешаю туда. Я, если честно, даже еще не нашел такого места на Пхукете, где можно было круто поплавать с камерой, потому что, вот смотрите, вот Темка сидит, да, его вообще там не видно под водой, то есть вода не имеет идеальный цвет. Вот в Паттайе, где мы купались, цвет воды такой же, на самом-то деле. Ух, но окунуться точно стоит, по-любому вообще. Мне здесь вот единственное нравится это сочетание природы, да, вот этих холмиков таких. Пляж красивый, конечно, да, очень широкий, очень длинный, он просто, знаете, как будто бы бесконечный. Так, классный. Но, но вот как-то так. Нам больше нравятся маленькие пляжики, знаете, такие аккуратненькие, с пальмами, с природой, где малолюдно, где вода чистенькая, да? Огромный пляж, осень. Огромный вообще. Заходить долго, вот тут неудобно, немножко далеко получается от нас, но вот не заходит в море, он любит... Там волна, ах, пахнет. Мама, мы наху ли едем, ах, пахнет. Коль мы заехали туда, где есть пылиточка и даже электрический бок, мы решили сделать свою пасху с овощами. Кто-то недавно написал нам, что давно не видели готовки от Славяна. Вот, пожалуйста, в этом выпуске немножечко покажем. В магазин, когда заезжали, купили свининку, здесь 700 грамм. Нарезаем вот такими вот кубиками. Дальше нарезаем морковочку. В мясо добавляем соевый соус, растительное масло. Добавляем лук. Добавили сюда еще чесночками. И начинаем все это дело готовить. Сейчас нужно еще и нашинковать будет вот эти вот овощи. Кукурузка, морковка, кривида перца. Смотри, какая красота. Прям вообще цвета радуги, да, здесь у нас в кастрюльке. Это очень хорошо, оно будет очень вкусно. А пока у нас тут мяско готовится, параллельно вот здесь вот на плиточке отвариваются спагетти. Потом все это дело закинем еще вот сюда. Все это в миске и будет в кастрюльке. Ну и финишный момент. Смотрите, хоп, добавляем сюда спагетти. И все это дело аккуратно перемешиваем, чтобы спагетти не разломились на мелкие частички. Прям буквально вот чуть-чуть прям. И все, и накладываем. У нас такой ужин. Наковано вообще вкусняное. Да, вот так вот. Вот что мы ждали и хотели. А теперь кушаем, ложимся отдыхать, а завтра утром продолжаем выпуск. Хорошо в деревне летом. Так тихо, спокойно. Да, прикольно пожить вообще среди местного населения. Сейчас закрываем наш апартаментин, точнее наш местный домик. Отправимся на классный пляж. Там же будет проходить очень интересная встреча одного очень большого блогера, который собирает всех нас пообщаться, нетворкинг и так далее. О, Настенка как туристка начала облазить. Да, я все. Давай, куда мы приехали, расскажи лучше. Ой, вы приехали. На парковку в Таиланде. На пляж, по-моему, называется он Найхарм. Мы здесь еще не были, мы были рядышком с ним на маленьком, да, какой-то? Тоже он или не он? Ну, какой-то так. Ну, рядышком. Почему мы сюда не поехали сразу? Ножками иди. Ножками. Сейчас, минуточку, ребята. Правда, жизни. Почему мы сюда сразу не поехали? Потому что мы ждали повода сюда приехать. Сегодня здесь очень классные ребята, блогеры. Муж с женой занимаются экологией. Вот, про что мы всегда тоже в своих видео рассказываем. Как важно убирать за собой мусор и так далее. Вот они как раз... И за свиньями тоже это важно делать. Вот, как раз таки эти ребята продвигают эту тему. Садят деревья, чистят реки. Не только в нашей стране, но и в других странах. Очень классно, очень хочется с ними познакомиться. Они устраивают здесь на пляже встречу. Мы решили тоже посетить это мероприятие. И заодно посмотреть новый пляж. И заодно пляж посмотреть, да, и покупаться. Здесь такая прикольная у байкеров парковка. Классная, круговая. Сосинки, блин, обожаю. Сосны, откуда они вообще растут? Кто их сюда привез из Сибири? Есть большой рыночек, туристические, фрукты и так далее. Ну и, собственно, пляжик. Тоже, кстати, вообще битком забит. Ай-яй-яй. Вот это здесь забитость. Вот это, да, это справа. Это слева. Ой, Мирошка прям чихает. Вот это, да. Сколько кораблей стоят. Да уж. Мы, получается, были вот там, вот на вот этих вот смотровых сверху. Видели вот этот остров. И на пляже были вот, короче, какой-то вот где-то вот между вот этими скалами. Так, ну а сейчас на этом пляже. Ну да, он, видите, лежачки. Не, ну все равно, как ни крути, большое отличие Таиланда от наших туортов, несмотря на то, что здесь очень много наших, да? В основном. Это то-то, что пляжи... Че, Мирошка? Пойдем-пойдем. Пляжи очень... Давай, иди на ручку ко мне. Давай. Это ветряк. Вентилятор огромный. Вау! Вау! То, что, в общем, пляжи очень длинные и очень широкие. Только благодаря этому здесь можно чувствовать себя плюс-минус комфортно. Но опять-таки, в воде, видите, все тусуются на одной прям линии. Из-за этого складывается впечатление такого борща анапского. Да ничего, тепло. Пчет сильно вообще, а? Я думала, что это нормально, а не стало, не пьет все драки, да и вон. Это называется «Миссия невыполнимая среди русских найти русских». Ой, я не могу. Ну серьезно, сами посмотрите, дай концентрацию. Ой, не могу вообще. Папа, где? Где же вы? Где же вы, где? Нашели ребята, это очень хорошо. Все разместились, люди начинают подгребать. Мирошка, пойдем-пойдем-пойдем купаться, Мирошка. Мирошка? Нет, пойдем купаться. Не хочешь купиться? Так, парни уже вообще забежали. Да, здесь прикольная такая атмосферка. Водица. Клевенькая, чистенькая. Вот стоит, собственно, сам Леша. Вся ребенком. Так, а где еще парни-то наши? А, понятно. Наши волны там уже собирают. А где Мирошка-то? А, все, Мирошка остался на берегу купаться. Не хочет. Так, Темка. Фу. А, камеру бахнуло. Здесь, кстати, вода вообще отличается. То есть, вот здесь она прям классная. О, волна. Да, посидели мы знатно. Ну, а после мы побежали все дружно купаться на закате в прекрасное море. Как вам такая купалка? Ну, и, конечно, потом сделали немного пару снимков общих. Наконец-то мы увидели первый раз классный закат. Надеюсь, таймлапс их все передало. Вот встреча подошла к концу. Мы сфотографировались. Фоточки, кстати, будут тоже в этом телеграм-канале. Обязательно зайдите, посмотрите, подпишитесь. Настенка, хозяйка, включила местного жителя и говорит, нужно постираться. Мы это сейчас делим стирку в два пакета. Белое, цветное. И отправимся закидывать стирку. Посмотрим, как вообще все это дело работает. И заодно наберем воды. У нас тут вот прям возле дома есть прачка. Поэтому берем сейчас два пакетика, как местные. Точнее, знаете, как мы в Турции оказались? Валлапом. Еще икс, прачки подъехал. Он очень удобный. У них он все чистенько, аккуратненько. Порошочки есть. 12 килограмм 40 бат. Талон, талон. Чек но? Чек. Чек. Все, оставили вещи. 150 бат. Значит, два пакета будет стоить. И что-то я еще хотел сказать. Ну все, порошки у них, вот эти гели всякие. Все у них свое. В 5 часов все будет готово. Вроде как должно быть уже все даже сухое, поглаженное. На самом деле очень удобно. Они, вот это лучше, чем когда тебе на самому ждать засидывать. Вот я за это. 152, что-то 500. Мы вот вроде так живем, да, так в деревенском доме. Но так удобно. В том плане, что мы приходим, у нас чикс-чикс там подметено. Мусор уже выкинули. Сюда приехал, прачку сдал, уже пришел. И чтобы кто-то там готовил нашу вкусную, нормальную нашу еду, было бы вообще просто кайф. Приехали мы на Фридом пляж. Пляж свободы. Путь сюда проходит через джунгли, по такой вот лесенке. Здесь вот вечером, видите, глянки висят. Сделали подсветочку, прикольно. Идти 400 с копейками, да, там что-то табличка. 450, да? Вот, Темка уже покорил лестницу. Осталось чуть-чуть. Такие вот камушки у нас здесь по пути. Слояльчик. Ох, как засветило мне это все. Оп-оп-оп. Оп-оп-оп. Смотрите, какое оно, мы уже слышим море, идем уже. Минут 15 точно идем. Через такие вот джунгли. Ну, путь сюда. Так себе, вон виднеется море уже. Да уж. Это, конечно, жесть. Это, пожалуй, самый труднодоступный пляж, на котором мы когда-либо вообще были. Идти долго. Подъем, точнее спуск сложный, а подъем будет еще сложнее. Жесть, конечно. Я надеюсь, что это устоит. Мы на самом деле уже видим море и, походу, стоит. Все, вот видите, считанные метры остались. Ой, какое море тихое, спокойное. Вау. Мы дошли. Как же это здорово. Добро пожаловать на пляж. Пляж свобода. Да, ну, здесь красиво. Но многолюдно, да? Можно это все увидеть, что, да, людей много. Что по одну сторону, что по другую сторону. Блин, красивый пляж. Все в пальмах. Такая бухта классная. Вау. Вот она. Вода и пляжи, как с картиночки. Про что я и говорил, что здесь вот лодки приходят. Это можно откуда-то с города сюда доплыть, чтобы не чесать такой путь. Вот видите, пожалуйста, два туриста на целой лодке. Не знаю, сколько стоит. Будем смотреть, какой здесь заход. Мы вот опять не взяли с собой очки, чтобы посмотреть дно. Потому что здесь он все с масками купаются. Блин, здесь вообще потрясающая вода. Вот то, что надо. Все, люблю Таиланд, беру свои слова обратно. Да? Вот он, тайчик. Наконец-то те самые пляжи. Они вот эти вот анапские. Класс. Ой, провалился. Ну супер, ну супер. Вот поплыла русалка. Ой, кайф, а какой. Все супер. Ну давайте на самом деле попробуем нырнуть. И посмотрим, какие дела под водой. Это, мне кажется, будет самый красивый. Ныряем? Погнали. Как вам такой пляж? Жду обратной связи от вас в комментариях. Пишите. По мне так пока это один из лучших вообще, что мы видели. Он реально вот в окружении природы. Пальмы. Где? Ой, ныряем. Да, рыбки прям потрясающе. Смотрите, прям стайка. Ой, Мирошка там балдеет, на валах катается. Блин, какой же кайф. Носенка. Мы начинаем непростое восхождение. Путь наверх. Реально сложный спуск был. Подъем будет еще сложнее. Как вам пляж, ребятки? Пишите в комментариях. На самом деле, такой сложный путь, он точно того стоит. Все, а мы поехали домой обед готовить. Мы уже в машине. Посмотрите на мой внешний вид. Я вообще не рекомендую сюда ходить с детьми, если тем более тащите ребенка на руках. Лучше от какого-то пляжа доехать сюда на лодке и кайфануть, потому что вот этот получается жесткий трекинг на конкретную выносливость. Слушайте, это непросто. Это, я вам серьезно говорю, мальчишки старшие сами поднялись. Мирошка туда и обратно. Вон Темка идет и Носенка. Это жест, серьезно. Это самый сложный пляж, на который мы когда-либо добирались. Нормально? Видите, заехали еще воды набрать, питьевой. Они продаются здесь в таких вот, видите, ну в привычных нам уже колонках, да, на разлив. Но самое, что интересное, как лайфхак, да, на Пхукете. Поначалу долго искали, а потом сами поймали этот лайфхак, что все вот эти автоматы воды, как правило, есть возле прачек. Это, конечно, очень хорошо. Хозяйка постучалась в дом, принесла гостинцев. Это груша. Первый раз в Тае, пробуем грушу. А можно, я вижу ножку пою? Слушай, слушай, не дайте. Подъехали мы к прачке. Сейчас посмотрим, постирали, нет, погладили, нет. Ну вот, наши два мешка, смотрите, все поглажено, упакованы в специальные, все дело это в пакеты какие-то. Смотрите, какая красота. 150 бат себе все сделали. Вот это тайский сервис. Вот это я понимаю. Да блин, что ты не закрываешься? Под этот прекрасный закат с пхукетой, ребятки, будем завершать этот выпуск. Пишите свои комментарии, обязательно поставьте лайкосик, сделайте репосты в свои социальные сети. Не забывайте про наш телеграм-канал, там выходит все своевременно. До нового выпуска, пока. Субтитры сделал DimaTorzok